ЛИТЕРАТУРА ЛИТЕРАТУРА ЗНАМЕНИТУЮ ГРЕНАДУ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЛА ЕМУ ВСЕНАРОДНУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ И ЛЮБОВЬ. НА СЛОВА ЭТОГО ПОПУЛЯРНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ МНОЖЕСТВО КОМПОЗИТОРОВ РАЗНЫХ СТИХОТВОРЕНИЯ НАПИСАЛИ МУЗЫКУ, А МАЯКОВСКИЙ ЧИТАЛ НАИЗУЮСТЬ НА СВОИХ КОНЦЕРТАХ. Светлов писал не только военные и патриотические тексты, среди написанного им много лирических стихов. Светлов любил рассказывать, что однажды слышал, как парень на скамеечке читает его стихотворение своей подруге. Поэт прислушался, напрягся, но что парень заметил, чего вы чужие стихи слушаете? Взяли бы и написали свои. В фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» главные герои плывут в Италию на круизном лайнере «Михаил Светлов». На палубе корабля Андрей Миронов поет всем известную песню «Остров невезения». В действительности лайнера с таким именем не существовало. Зато речной пароход «Михаил Светлов» и сегодня курсирует по реке Лена между Якутском и бухтой Тикси. В статье «Поэт ли ты» Светлов писал «Чем больше думаю я о себе, тем более я убежден в том, что я самый счастливый человек на свете». Почему я счастливый? Потому что я абсолютно убежден в том, что когда люди меня потеряют, они загрустят. Когда-нибудь снимут с полки Томик Светлова и молча полистают его. Но прежде чем вы будете снимать Томик Светлова, мы рекомендуем узнать, что подготовила для вас библиотека имени Крупской на следующей неделе. Итак, коротко о главном. Вас ждет цикл мероприятий, иллюстрирующих начало Великой Отечественной войны. Виртуальные книжные выставки расскажут о жизни и творчестве поэта-фронтовика и автора знаменитой книги про бойца Александра Твардовского. В формате кинолекториев мы покажем вам любимые военные фильмы «О зоре здесь тихие», «Сын полка», «Щит и меч» и другие. Для участников проекта «Активное долголетие» и для всех желающих пройдут тематические встречи в клубах «Благородный земледелец», «Английский с нуля», «Художник», «Изобретатель», правда, все в видеоформате. Не пропустите июньскую встречу в клубе любителей фантастики. Она будет посвящена 850-летию нашего земляка, классика современной научной фантастики Сергея Павлова. А это были новости от Крупской. Увидимся в следующую среду. Оставайтесь с нами! Продолжение следует...